Всем привет! С вами канал MS Review. И сегодня у нас пилотный выпуск MS Review Digest, в котором будут рассмотрены все события, прошедшие за последний месяц. Не знаю, как будет дальше обстоять дела с этой рубрикой, но тем не менее, планирую каждый месяц что-то подобное выпускать. Если вам не безразлична эта идея, то сразу поддержите её лайком. Да, вот такой вот я вопрошайка. Ну а теперь рассмотрим темы, которые будем обсуждать в этом выпуске. Итак, Microsoft на IFA 2017 и скорый рейд из Windows 10 Folk Retros Update. Andromeda OS, новый этап развития операционной системы от Microsoft. Билл Гейтс перешёл на Android и, конечно же, наша непостоянная рубрика «Чё там у Apple?». Ладно, поехали! Итак, Microsoft 1 сентября выступила в Германии на конференции IFA 2017, где, в принципе, мы не узнали ничего нового. Разве что можно отметить дату официального запуска обновлений Windows 10 Folk Retros Update, которая намечена на 17 октября. Если раньше осеннее обновление смотрелось гораздо слабее по сравнению с первым креативным обновлением, которое вышло весной этого года, то к концу разработки у меня слегка поменялось мнение. Новая вариация Movie Maker в фотографиях. Музыка Groove должна будет получить визуализацию как Windows Media Player, но точно неизвестно, успеет ли это реализовать в грядущем обновлении. Также в новом обновлении появится привязка сторонних смартфонов к вашему ПК с Windows 10. Обновится игровой режим, правда, Microsoft не сказала, что именно изменится, но, возможно, мы получим настройку по управлению ядрами в системе. Многие, кстати, недооценивают игровой режим, а зря. Ведь это очень неплохая штука. Если у вас в системе, кроме игры, больше ничего ресурсоёмкого не запущено, то он вам, по сути, ничего и не даст. А вот если одновременно с игрой запущено какое-то ресурсоёмкое приложение, к примеру, Premiere Pro или Vegas, то вы тогда точно ощутите разницу. Как-нибудь сделаю отдельный подробный ролик по этому поводу. Также в новом обновлении мы увидим изменённый интерфейс системы с применением Fluent Design с его прозрачностью и материалом. Если разобраться, то не такое слабое обновление получается. И это при том, что не все планируемые функции сюда попали. Ожидайте обзор 17-го числа, думаю, успею его запилить. Также меня очень часто спрашивают про русскую картану. Спрашивают про разработку и дату её появления в Windows 10. Когда выйдет русская картана? Когда ты заткнёшься. Но нужно точно отметить, что никакой официальной информации по этому поводу ещё не было. Единственное, что есть, это информация 2015-го года с закрытой конференцией Microsoft Technology Center, где были заявления по поводу того, что в обозримом будущем картана всё-таки появится в России и СНГ. Многое зависит от партнёров Microsoft. Ну и также можно отметить это комментарий Windows Russia Team в блоге Windows о разработке картаны, где говорится, что разработка идёт полным ходом. Я также, полазив по формам, выяснил, что если картану и делают, то никто об этом ничего не расскажет, мол, всё под НДА. То есть разработчики подписали соглашение о неразглашении. Слухи о русской картане ходят уже давно. Даже на Википедии замечен русский язык. Правда и написано, что он недоступен, но его всё ещё не убрали. Если собрать всю информацию в кучу, то можно сказать, что её всё ещё делают, но не так быстро, как хотелось. К примеру, я видел сообщение о том, что русскую картану видели в 2015 году в казахстанском отделении Microsoft. Также есть сообщение, что Россия и СНГ сейчас просто не в приоритете, а Майки делают сейчас ставку на второстепенные страны Европы и Южную Америку. В общем, ждите. Но также Microsoft может и закрыть разработку данной функции в связи с экономической или политической ситуацией. Всё же может быть. Если говорить про недавние изменения в Windows 10, то можно отметить обновление магазина Windows Store, который уже называется Microsoft Store. Также добавили элементы Fluent Design, поэтому проверяйте обновление системы. Были добавлены элементы Reveal в меню Пуск, но это уже касается разработки Redstone 4, который выйдет, по слухам, уже в апреле следующего года. Я думаю, многие знают про Andromeda OS от компании Google. Но как ни странно, у Microsoft она также называется, по крайней мере пока. Как она будет официально называться, неизвестно. Также и точно неизвестно, будет ли это довесок Windows 10 или всё же новой OS. Но скорее всего, это будет обновление Windows 10. Об этом пишет также Windows Central. Новая система будет представлять из себя модульную структуру, имея при этом какой-то базовый функционал в основе. Но при использовании её на разных устройствах, система будет содержать разные модули. К примеру, на ПК будет рабочий стол, а на смартфоне его не будет, если не будет изначально поддержки Continuum. Если это будут смарт-часы, то будет обычный базовый функционал. Часы, будильник, калькулятор. Но я думаю, вы суть поняли. Новая ревизия системы благодаря модульности будет весить гораздо меньше, чем текущая десктопная версия. Просто для десктопа будет больше модулей, а для смартфонов и консолей гораздо меньше. Кстати, по последней информации, Andromeda OS теперь называется Windows Core OS. Об этом заявил сайт Windows Central, исправив при этом свою статью об Andromeda OS. Microsoft готовится к запуску Xbox One. Компания рассказала о хороших предзаказах консоли, да и многие аналитики говорят, что Xbox One будет продаваться хорошо. Возможно, даже лучше, чем PlayStation 4 Pro. Консоль Xbox всегда отличалась как количеством эксклюзивов, так и графикой в играх. Последняя в лучшую сторону, естественно. С выходом Xbox One в 2013 году эта традиция пропала. Но теперь Xbox One возвращает себе первенство на консольном рынке. Digital Foundry уже много роликов выпустили по этому поводу. Стало известно, что Rise of the Tomb Raider будет содержать 3 настройки графики. 1080p и 30fps – это ультра-настройки с высокой дальностью прорисовки, 1080p и 60fps – высокие настройки графики и 4K с 30fps – 4K с использованием шахматного рендеринга, при этом высокий пресет настроек. Хотя насчет шахматного рендеринга нужно еще уточнить. Quantum Break – один из самых недооцененных эксклюзивов Microsoft, по моему мнению. Игра будет идти в 1440p с улучшенной детализацией и, возможно, даже без мыла. Надеюсь, для ПК они также сделают такой патч. Хотя я не совсем понимаю фетиш на старые игры, так как их давно уже прошли, и проходить их еще раз ради графов не звучит как-то странно. Тем более, как видите, даже старые игры не могут нативные 4K, что там говорить про новые. Но какие-то инди-проекты, скорее всего, можно будет запустить 4K. Консоль, кстати, выйдет 7 ноября, в честь столетия Октябрьской революции. Стоит отметить, что в этот же день выйдет игра про синего ежа Sonic Forces, в которой будет раскрыта тема революции и госпереворота. Во как! Xbox One обойдется вам 40 тысяч рублей. Игры с поддержкой Xbox One X будут весить на 30-40% больше, чем для обычной версии Xbox One, из-за текстур высокого разрешения. Также можно отметить сразу же и релиз Forza Motorsport 7, которая, как по мне, имеет минимум инноваций, но зато есть очень красивая карта в Дубае. Да и вообще, графон так знатно подтянули. Правда, я играл только в демо-режим, и покупать игру пока точно не собираюсь, так как 2000 за автосимулятор я не готов отдать. Как только игра будет стоить рублей 500-700, как квантовый разлом, то тогда можно и взять. Просто я знаю, что меня надолго это не хватит, не люблю автосимуляторы, особенно такие нереалистичные, где при малейшем повороте машина скользит. Из-за этого многие люди ругают эту игру, а именно из-за физики поведения автомобилей. Но опять же, игра делается для фанатов, а не для новой аудитории, как и консоль Xbox One X по сути. Не поймите меня неправильно, в принципе игра неплохая, для стримов это вообще идеальная игра, а для синглового прохождения или мультиплеера мне это точно не подходит. У Форза есть один явный недостаток, в неё банально не хочется возвращаться, но опять же, это моё мнение. Хотя, поговорив с другими людьми, я понял, что я не один такой. И мне кажется, что им нужно сделать паузы с этими Форзами и сконцентрироваться на других играх. Но опять же, у меня есть теория, почему на Xbox One нет именно сейчас других эксклюзивов. Кажется, я наконец-то понял, почему так. И дело даже далеко не в бюджете компании. Возможно, я даже вас немного заинтриговал. 25 сентября прошла конференция Ignite, на которой Microsoft представила Office 2019, который станет следующей ступенью эволюции офисного пакета. Также на Ignite продемонстрировали квантовый компьютер, который должен помочь человечеству в решении многих проблем. Мда, пока одна компания делает анимацию всяких там петушков и прочего дерьма, в прямом смысле этого слова, то другая компания старается также быть полезной и для всего человечества. Вон, посмотрите на того же Билла Гейтса, который сейчас только и занимается помощью африканским странам. Кстати, в недавнем интервью Fox News Билл Гейтс заявил, что пользуется Android смартфоном, а не телефоном с Windows 10 Mobile. В принципе, ничего удивительного, ведь большинство сотрудников Microsoft пересели на iPhone или Android смартфоны. С другой стороны, это очень обидно, теперь даже вдвойне, так как, по сути, отец-основатель православной компании Microsoft не доверяет, по сути, своему же устройству. Я подозреваю, что ему также не нравится то, что будильник на телефоне не срабатывает. Верно? Мобильную винду можно было бы улучшить, но сами сотрудники ею даже не пользуются, поэтому выводы делайте сами. Подозреваю, что это была последняя капля для фанатов мобильной винды, и ситуацию даже не спасут новые арм-устройства. При этом Билл Гейтс заявил еще в 2013 году, что они слегка ошиблись с мобильным подразделением. Are you sure about that? Глава подразделения Microsoft Сатяна Дейла заявил в своей новой книге «Хитрый фреш», что он также считает Windows Phone и Windows Mobile ошибкой компании. При этом сам Надейла заявил, что он изначально был против идеи со смартфонами, и что он даже не голосовал за приобретение компании Nokia в 2013 году. Вы только посмотрите, просто кристально чистые люди! 12 сентября компания Apple провела свою ежегодную пресс-конференцию, которая была посвящена iPhone 8 и iPhone 10. Как видите, Apple также кое-что ворует о Microsoft, а именно нежелание выпускать устройства с цифрой 9. Но, как ни странно, я хочу отметить, что мне... понравилась... презентация Apple. Соткнулись! То есть я вижу, что компания не сидит на месте. Да, особых инноваций не было, но всё же компания хоть как-то развивается, в отличие от сами знаете какой компании. Microsoft могла бы поучиться у конкурента. Всё-таки в 2019 году ожидается так называемый Surface Phone, и нужно выступить так, чтобы люди захотели его купить, а не только ориентироваться на бизнес-сектор. Многим не понравилось, как Apple представила свои новые возможности на фоне анимированной какашки, но по сути эта функция будет хорошо востребована у подростков, поэтому тут всё правильно делают. Face ID это очень интересная функция со сканированием лица и созданием 3D-моделей, так что по фото не получится получить доступ. У Microsoft, кстати, давно эта технология существует, уже с 2010 года, как только вышел Kinect для Xbox 360. Такое чувство, что Microsoft просто не существует, и все сравнивают новые функции с Galaxy S8. И также никто не знает про технологию Windows Hello. Это то неловкое чувство, когда тот же сканер радужной оболочки был ещё в Lumia 950, но об этом мало кто знает. И поэтому именно Samsung присваивают эту технологию. Кстати, вот интересно, как авторизация будет работать с темнокожими людьми, ведь у Kinect были подобные проблемы в темноте. Тем не менее, выступили хорошо. В сети опять большинство говорят, что Apple скатилась и раньше была лучше. В общем, как и всегда. При этом аргументы одни и те же. Блин, вам не надоело? Вот такой был первый выпуск MS Review Digest. Если вы хотите подобные выпуски, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и пишите в комментариях ваши предложения или замечания. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok